Ну что ж, дамы и господа, всем приветствую. Как обычно, Дмитрий, мы продолжаем играть в эту хератеньку, потому что меня эта миссия уже вымораживает. Очень-очень. Да, на Айосе я в неё не играл, поэтому я совершенно хз как тот. И что выдумывать? Давай смотреть тогда, что получится вот таким, если образом пойти. Давай попробуем дойти. Вот это вот чудо мы соединяем. Так, ну тут уже симпатичная картинка рисуется. Более или менее. Так, давай тут огонь закажем. Ммм, даже так. Интересно. В принципе, было бы удобно, если бы они отступили именно сюда. Ну, разумеется, никто сюда не отступит. Бой нас. Даже стой. Неудобно точнее. Неудобно точнее. Так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Другие не работают Другие не работают DimaTorzok 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 Пирожок, пирожок. Тут все крем броневичка будут бить пятером. Пятере срать вообще. Что-то где-то тут бьют. Очень вряд ли, что мы успеем где-нибудь в следующем ходу эту миссию пройти на золото. Моя тактика обдолбанного кролика работает пока. Подожди. Да ты даже сюда долететь не можешь. Пипец. Ладно, давай сюда тогда. А прикинь сейчас отсюда отсюда. Помогай. Нет, вынесли. А и сюда могут боневиками доехать. Приживание. Удаллас отошли какие-то уроды. А то остине миллиард человек. Вот это меня конечно вообще убивает. Ну кого-то одного придется сюда кидать. Гарантированно. Так что у нас. Здесь какие-то дивизии. Твоя-то херня вообще ни до чего не застреливаем. Я просто в шоке. Ладно, давай приноси пользу. Вот этих ублюдков надо. Хотя нет. Может будет смысл в Александр ее полететь. Логическим образом. Двуху надо сносить. Двуху надо пытаться снести. Кстати деньги на казачков появятся. У них нет авиации. Не забываем про это. В принципе возможность пройти вот это вот нечто есть. Все броневички сюда надо держать. Авиация в Лафайет никак не попадет. Давай я рискну в Александре ее перевести. Это риск очень большой. Так, здесь у нас какая-то хрень происходит. Хотя эти 11 уже наверное не успеют ко мне. Если я пройду действительно. Если я не пройду я просто облажаюсь. Уже если будет без слов. Что я облажался. Так, нам надо 30 ресов, но мы их не уберем сейчас. Там трешка. Ага. Даже так. Все. Самолет они убили. 74 веса, мы бы могли бы в Даллас что-то перебросить, будь у нас это самое чё-то. 8 броневичков тут ничего не смогут сделать, скорее всего. Да, даже не скорее всего, а точно. Так. Тут надо тарелки навалять, пытаться. Задалось зацепиться ещё не поздно. Эти семена их тоже навалять. А, подожди, навалять. Сюда въехать. Не надо наваливать пока. Может быть, получится всё. Но, очень вряд ли. Там что-то, смотри, дохера двенашек. А, подожди, не надо ещё. Никакой кол... А, хотя, подожди, надо изобретать колесо. Потому что двушкой, если хочешь, что-то двушкой делай, тут надо уже здесь и сейчас. Либо на пятёру, либо на живую двуку. Дрюк нельзя сохраняться в этой грудке. Очень жаль-ка. Так я, в принципе, мог бы уже пройти. Хоть как-то. Ну, пять, это, конечно же, намного больше. Пять на пять должно, по идее, сработать. Да. Один броневичок приезжает, получается. Нам надо двушку отбить, пытаться. Ну, вот, чёрт, они по невичкам наваливали. Всё. Гаси, пожалуйста. Пожалуйста. Да! Боже, я прошёл это дерьмо. Ну, хоть как-то. Вот это действительно сложная миссия. Не то, что там кто-то мне про Северный фронт рассказывал. Поехали. Мы показывали, что способные сражаться и побеждать русские напротивоздают позиции день за днём. Теперь у них всего лишь один путь к спасению — заступить к западному побережью под охрану орудий. Так, сейчас в момент шаткого равновесия важно быть уверенными в надёжности тылов и флангов. В политику большие отношения относительно Мексики. Сомнения относительно Мексики исправили войны, было бы в атаках. Есть основания, полагающие, что они успели бы. Ещё переговор с советами. Надеюсь, педагоги продадутся сталь, но в дело в победе они не сомневались. Мерзко. Но на их месте мы поступили бы многие, сэр. Так, мы и так много им прощали. Мы здесь сегодня. Сейчас важно знать на них как-то ещё в стороне. Издан директива о начале военной операции в Мексике. Мексика, надеюсь, попроще будет. Так, вам верено взять мексиканскую столицу под контроль и обеспечить проведение там демократических выборов. Вот на демократических. Как вы собираетесь объяснить это солдатам? Сколько ставите им в бою за солдат своей страны вторгаться в другую ситуацию? Кем бы мы были, если бы... Так, что там с приказом? Так, кем бы мы стали, если бы они были уверены? Так, значит, поверьте. Ничего больше несутся эти субтитры. Какие детали операции будут обсуждать с Гэм Робертсом. Генерал Теландом Хранцкарм. Я его читал полмалый. Так, допустим, хоть сам английский король сам. Надеюсь, это не слишком много. Если я думаю, это, конечно, воевали канадцы с носом. Как будто не было у Уильям. Мы с ними в одной лодке. Вот этот канадец этот. Ну что, вы и есть тот самый великолепный канадец? А вырискно предположить, тот самый хромовато-американец. Должен признать, что в британском штабе на севере Италии вежливых образованных людей было больше. Все джентльмены по другую сторону океана. Никогда не любил расширкивание у Уильяма. Так, не задирайте нас слишком высоко, мы поладим. Господи. Если дальше так пойдет, это будет, конечно, вынос какой-то мозга. Экспорт демократии. Ну ладно, давайте закончим. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, дайте видео, встречи в Плюс Верси. Всего доброго, увидимся в продолжении. Господи, это боже мой. Помните, что все самое интересное еще впереди, Frank Your Grace.